Девчоночки мои дорогие, всем привет! Вы на канале Тайный Девчонок. И сегодня у нас с вами видео вопрос-ответ. То есть под одним из моих постов вы задавали мне абсолютно любые интересующие вас вопросы, связанные с моей личной жизнью, учебой, каналом и так далее. И вот сегодня на все эти вопросы я постараюсь ответить. Думаю, что это видео должно быть очень интересным, поэтому вы не забудьте про подписочку, ну а мы уже будем начинать. Ну и для начала хотелось бы, так сказать, вести всех в курс дела и поделиться самыми главными фактами обо мне. Ну, во-первых, меня зовут Кристина, если вдруг с кем-то еще не знакомы. Мне 14 лет, но вот уже совсем скоро, 29 мая, будет мой день рождения, и мне исполнится 15. Я учусь в 8 классе, самой обычной школы. Живу в России, в Краснодарском крае, это на юге нашей страны. Но на самом деле переехала сюда относительно недавно, в эту местность. Мой родной город это Пермь, он находится на Урале, там Дюрайские горы, река Кама. В общем, тот, кто изучает географию, думаю, меня сейчас поймет. Ну и, наверное, самое главное, это то, что я веду канал на ютубе, вот он, Тайный девчонок, посвященный различной женской тематике. То есть здесь мы обсуждаем тему месячных, переходного возраста, отношений. В общем, все то, что можно обсудить с подружкой. Также, конечно же, веду инстаграм, посвященный каналу. Там мы также с вами общаемся, выкладываю всякие посты, истории. Кстати, не забудьте на него подписаться, там много чего интересного. Ну и вот, наверное, вот это самое главное, что я хочу о себе сказать. Вот теперь переходим к вашим вопросам, которые вы мне задавали. Это почему я начала снимать видео на такую тематику, то есть на тематику месячных, прокладок и всего того, что я уже говорила ранее. Ну, потому что вообще до своих первых месячных, когда у них у меня еще не было, я очень часто заглядывала на такие каналы, вот как раз посвященные всяким женским секретикам, всяким вот таким вот штучкам. И знаете, я смотрела, и мне это безумно понравилось, то есть я для себя находила много чего интересного. И вот когда у меня начались месячные, я подумала, ну почему бы мне тоже не начать вести такой канал, как-то помогать девчонкам, как-то развиваться в этой сфере. И знаете, да, мне понравилось, вот когда я начала снимать, все стало круто, и как бы я до сих пор осталась, так скажем, в этой сфере Ютуба. Переходим к моему самому любимому, такому личному вопросику. Это парни, всякие отношения между мальчиками и девочками. Что касается меня, то парня у меня нету, и вообще никогда не состояло в каких-то нормальных отношениях. Если вы можете считать отношения в 12 лет, которые продлились буквально 5 дней отношениями, то, в принципе, вот они у меня были. А так что прям нормальные, адекватные отношения, таких, конечно, не было. Вот сейчас на данном этапе я общаюсь с мальчиком, ну одним моим одноклассником, и вот у нас с ним вроде бы как все хорошо пока что получается. Возможно, потом у нас как-то с ним даже что-то получится. Если говорить о невзаимной любви, то такого у меня также не было, потому что я такой человек, вот, допустим, мне понравится какой-то мальчик, я могу, ну, повлюбляться в него там несколько дней, неделю, может быть, и потом, если я понимаю, что я ему не нравлюсь, у меня к нему пропадает абсолютно какой-либо интерес. Вот серьезно. То есть, если я кому-то не нравлюсь, какому-то пацану, который нравится мне, то все, он мне становится сразу неинтересен. Все, иди-ка ты. Я далеко надолго найду себе другого. Ну, как бы вот такой вот у меня характер. Не знаю, хорошо это или плохо, ну, вот какой-то невзаимной любви, какой-то грусти, и слава богу, у меня не было. Как относятся мои родители, одноклассники, знакомые, к тому, что я веду вот такой канал на такую тематику? На самом деле, с самого начала создания канала об этом я сообщила сразу же своим родителям, но в основном все это мы обсуждали с мамой. Также об этом узнала моя лучшая, такая близкая прям подруга, и мой младший брат, которому 8 лет, он у меня один, ну, брат, в смысле, родной. Ну, знал о канале, но, знаете, знал об этом только так на поверхности, так скажем. И вот, получается, мои родители реагировали на это абсолютно спокойно, то есть, наоборот, молодец, как бы продолжай, если тебе это нравится, мы даже с моей мамой вместе ходили покупать там какие-то прокладки для канала, как-то я создавала хранение, то есть, она к этому абсолютно относится очень даже хорошо. Но вот потом, как бы, мой канал стал более популярным, так скажем, и моим одноклассницам, как-то девочкам в школе, моим подругам на танцах начали попадаться мои видео в рекомендациях. И вот буквально недели две назад об этом узнали три мои одноклассницы, несколько девочек с танцев, и все они реагируют на это так же положительно, как и родители. Некоторые вот девочки мне даже сказали, блин, Кристина, как круто, давай дальше, продолжай, никогда не останавливайся, ты такая молодец. То есть, вот, правда, все хорошо. И, конечно же, этому я очень рада, поэтому с этим, конечно же, проблем у меня нету, и надеюсь, что вообще не будет. Что касается того, спрашивают ли они у меня какие-то советы, нет, они у меня уже ничего особо не спрашивают, но все-таки потому что девочки, они уже взрослые, так как я уже в восьмом классе, и как бы там всем уже по 14-15 лет. Понятное дело, что они уже это все знают, ну, как бы сами, по своему опыту, но, возможно, они и смотрят мои видео, если другим будет как-то интересно, не знаю, ну, вот так вот. Какое у меня есть хобби? Ну, конечно же, помимо ведения канала, я также занимаюсь еще другими дополнительными занятиями. Во-первых, вы уже как могли догадаться, я занимаюсь танцами. Вообще, в принципе, танцы занимают просто огромную часть моей жизни, я танцую практически с трех лет, но это ладно, это уже отдельная тема. Также я еще делаю себе маникюр, и также своей маме. Конечно же, я просто обожаю готовить всякие тортики, пироженки, ну, и соленые блюда, там, супы, мясо, это тоже у меня достаточно неплохо получается. Для меня очень интересно снимать видео, вот, ввести канал. Вот это вот четыре моих самых любимых увлечения, хобби, которым я посвящаю свою жизнь. Вот сколько я себя помню, всегда моим самым любимым цветом с детства был именно желтый. Но вот примерно два года назад мое мнение поменялось, и теперь я люблю розовый, как могли заметить. Также люблю какие-то классические цвета, что касается бежевого, белого, серого, черного, ну, и розовый. То есть это мои самые основные цвета. Сколько у тебя вообще всего в хранении? Прокладок у меня 52 пачки, ежедневок 27, а тампонов у меня всего 5 упаковок. То есть вот такое вот, как по мне, достаточно большое хранение. Хорошо ли относятся ко мне мои учителя и одноклассники в школе? Одним большим словом могу сказать да. Все относятся ко мне хорошо. Следующий вопросик, люблю ли я рисовать? Не люблю этого делать. Вот особенно, вот когда, знаете, у нас есть в школе ИЗО предмет, и вот там у нас такие странные темы, на которые нужно рисовать. Там какие-то комиксы, какие-то там, не знаю, сказки нужно нарисовать. Я это рисую, и мне все так это не нравится. Я думаю, да скорее бы уже от меня отвязалась эта ИЗО, эта учительница, чтобы она ко мне не лезла со своими рисунками. Потому что вот раньше я любила рисовать, но вот сейчас я этого просто ненавижу делать. Максимум, что я люблю рисовать, это, знаете, вот в тетрадке, в школьной, я могу даже сейчас ставить сюда свои картинки рисунков. На уроке, когда сидишь скучно, мне чего поделать, и ты берешь карандаш и просто начинаешь в тетрадке как-то черкаться, и у тебя получается какой-то рисунок. Там клеточки закрасишь, или что-то еще. Вот это максимум, что я люблю рисовать. Кто меня вдохновляет снимать видео на YouTube? Конечно, я говорю об этом достаточно часто, но вот повторюсь еще раз, то, что именно вы, мои зрительницы, подписчицы, которые пишут приятные комментарии, подписываются, как-то ставят лайки, вы меня вдохновляете. Потому что без вас я не буду видеть никакую отдачу, и вот это вот самое приятное, что просто оставляет такое теплое место в моем сердце и заставляет меня вот каждый раз сесть, взять все свое вдохновение, положить его в видео, чтобы потом вам с ним поделиться, рассказать. В общем, вот это вот все очень круто, и именно вы являетесь моими главными вдохновителями. В подростковом возрасте какие были отношения с родителями? Ну, я как бы и сейчас нахожусь в этом же подростковом возрасте, и скажу, что у меня отношения с родителями всегда, в принципе, были хорошие. Да, бывают иногда какие-то ссоры, да, иногда я могу на них, так скажем, сорваться, как-то могу крикнуть, это, конечно же, все очень плохо, я понимаю, но в основном мы всегда хорошо общаемся, то есть они меня всегда поддерживают, понимают, никогда у нас не бывает каких-то таких сложных ситуаций, моментов, то есть мы всегда решаем все спокойно, и я считаю, что именно вот наши отношения с родителями, и наша семья может стать примером для, мне кажется, очень многих, как бы так вот громко сказано, конечно, но я именно так вот и считаю. На какие оценки я учусь в школе? Я хорошистка была всегда, надеюсь, что и буду ей дальше, то есть четвертью у меня всегда выходят либо четыре, либо пять, никогда не бывает троек, в общем, все у меня так же хорошо, учусь я вроде бы как нормально. Какой был мой самый первый дизайн маникюра? Именно маникюр, который я сделала в салоне, то есть у девушки я делала, он выглядел вот так вот, сейчас где-то будет картинка, насколько я помню, мне тогда этот маникюр понравился, я сделала его себе впервые в 14 лет, вот как только мне было день рождения, у меня исполнилось, я его себе сделала. И так же маникюр первый, который я сделала сама себе, то есть уже когда вот я начала заниматься маникюром, он вот так же вот сейчас будет здесь на картинке представлен, вот там у меня были уже длинные ногти, я помню, я их себе отрастила, тоже считала себя такой красоточкой, ну в общем, вот это вот два моих, так скажем, первых дизайна маникюра. Хотела ли я когда-нибудь забросить канал? Нет, такого не было, то есть, конечно, мысли, возможно, когда-то какие-то были, вот честно, сейчас не буду скрывать, у меня был такой вот период времени, помню, забросила Вика, канал с канала Милые Девочки, сейчас она, конечно, все восстановила, ну, не важно, вот, и тогда она забросила, потом там еще несколько девочек забросили канал, тоже популярных, и в тот момент у меня было какое-то такое, не знаю, настроение, такой упадок каких-то, какого-то вдохновения что-либо снимать, я уже как-то, у меня были такие плохие мысли в голове о том, что забросить канал, ну, нет, конечно же, я очень надеюсь, что такого никогда вообще не случится, как бы потому, что, ну, я очень люблю канал, правда, и вас всех я тоже очень сильно люблю. Что бы ты хотела изменить в себе, если бы у тебя была такая возможность? Ну, прямо, чтобы изменить что-то во внешности, я бы не хотела, потому что внешность меня полностью устраивает, а именно касается, что внутреннего моего характера, я бы изменила в себе, наверное, то, что я вот особенно раньше, очень сильно зависела от чужого мнения, очень боялась, что он на меня как-то кто-то косо посмотрит, что-то скажет, то есть это вот мой такой недостаток, что касается характера, но вот сейчас с каждым разом, вот еще тем более мне канал этим помогает, я как-то сама совершенствуюсь в этом вопросе, то есть постоянно себе говорю то, что Кристина, нельзя зависеть от чужого мнения, никто тебе ничего плохого не скажет, дело, что тебе нравится, и вот да, и вот этот вот навык я совершенствую, надеюсь, что совсем скоро у меня уже получится стать такой независимой девушкой. Какой календарь для отслеживания месячных есть в твоем телефоне? На данный момент я пользуюсь вот таким вот календариком, мой календарь, он так и называется, мне это приложение очень нравится, это не реклама, просто говорю вот чем я пользуюсь, как бы ну достаточно хороший. Очень часто задаваемый вопрос, который вас, ну очень многих мне кажется интересует, это буду ли я показывать свое лицо на канале, что хочу сказать именно на данном этапе. Своё лицо, прямые трансляции, фотографии со мной, вы можете увидеть в моем инстаграме, но опять же, там всегда я все показываю, там и трансляции, мы с вами так же болтаем, именно вот уже так вживую. Но именно что касается канала, здесь пока что я бы не хотела выходить именно вот так вот в публичность, именно уже со своей внешностью, с лицом, не знаю, наверное, потому что мне как-то вот стыдно что ли, ну я не знаю почему, но просто у меня пока что нет такого желания, возможно потом, да, в будущем я бы хотела поставить канал в своей жизни, как-то что-то снимать уже более такое живое с лицом, но пока что думаю, что в ближайшее время такого не будет. Ну, это вот мои планы, так скажем. Ну что ж, девчоночки, на этом моё видео подошло к концу, я очень надеюсь, что вам понравилось. Кстати, если вы хотите вторую часть видео вопрос-ответ, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что ваших вопросиков осталось ещё огромное количество, не на все, понятное дело, ответила, будет ещё о чём много поговорить. Но я вас всех очень сильно люблю, желаю вам хорошего настроения, вы у меня самые лучшие, ну и всем до новых встреч, пока!